Доброе утро, уважаемые зрители! Доброе утро, бердянцы! Доброе утро, те, кто уже проснулся! Сегодня мы начали утреннюю пробежку немного позже, так как хотим провести некий свой для себя некий эксперимент. Когда же все-таки лучше начинать в 6.30, как мы это делали весь август, или уже переходить потихоньку на зимний режим и переходить на более позднее время на 7.30. Поэтому будем пробежать, экспериментировать. Так что, если вам интересно начинать свое утро с пробежками на Пробердянске или с Пробердянском, так что следите, следите за нашими соцсетями, подписывайтесь и ставьте себе оповещалочки о начале утренней пробежки. Значит, сегодня я здесь, скажем так, не случайно и не спроста, я покажу с разных ракурсов. Доброе утро! Борис, доброе утро! Доброе утро! Борис, скажу сразу, скоро планирую опять на бульвар Шевченко выйти прогуляться. Надеюсь, что вы ко мне выйдете. И мы с вами чего-нибудь там и обсудим. Значит, Олег, доброе утро! Что-то вы рано сегодня. Я понял, как раз сейчас я это и объясняю. Так, ну хорошо, давайте тогда объяснение и мою заготовленную речь мы немного на почте перенесем. Тогда буду со всеми здороваться. Анастасия, добрая. Наталья, добрая. Алла, добрая. И так, вроде бы со всеми поздоровался, кто сейчас на сайте. Вернее, на нашем эфире. Закончил на том, вернее, прервался на том, что я нахожусь здесь не случайно, так как все бердянцы, наверное, знают. Вчера было очень много публикаций по поводу порыва или обвала коллектора или, как правильно сказать, аварии на коллекторе, на нашем, который уже, честно говоря, ну кому-то может быть надоел, кому-то не надоел. Но, в общем, каждый относится к этому по-разному. У каждого есть свое мнение. Кто виноват и что делать, это такие, знаете, извечные вопросы. Но, тем не менее, я нахожусь здесь, чтобы показать бердянцам, как обстоит дело сейчас. То есть я сейчас здесь буквально 3-5 минут покажу и все. И иду в сторону набережной. Пойдем еще в сторону беседки, та, которая над водой у нас, чтобы посмотреть, вытекает оттуда чего-то или не вытекает. Но я думаю, что там уже все в порядке. Потому что, опять же, вчера тоже было много публикаций по поводу того, что... Андрей, да, и снова 3 сентября. На фото я твою взгляну. Не знаю, у меня вокальных данных нет, но текст помню. Поэтому, если хотите, можем подпеть вместе. Да, календарь перевернул. Ну почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ну, надеюсь, что не пришлось нам расстаться. Надеюсь, что мы будем вместе. Поэтому, давайте так. Чтобы долго тут не застаиваться, не засиживаться, я покажу. Значит, смотрите. О том, что здесь вчера была халепа, о том, что здесь машины плавали. Кстати, вот по поводу машин у меня тоже большие вопросы. Но если вы водители видите, если знаете, что впереди, ну скажу как есть, какая-то фигня, причем и вонючая, что вы сюда едете? Чтобы потом вот через колеса на подкрылке везде позабивалась вот эта вот неприятная субстанция, и потом ваша машина будет вонять. Ну знаете, вот много таких вот вчера я видел публикаций, постов, где водители просто, ну, игнорируя какие-то элементарные нормы собственной безопасности, едут даже в воду, не знаю, что там ямы, не ямы, но едут, вот это бороздят, и все же рассказывают, ай-яй-яй, опять коллектор. Я бы сюда не поехал, я бы сюда даже пешком не пошел. Так, ну давайте я покажу. Вот остатки вчерашнего события. Я туда уже не полезу. Все, на этом как бы можно эту тему, не то чтобы эту тему подприкрыть, а именно это местоположение. Я сейчас обязательно вам еще расскажу, как бы официальную часть всего произошедшего, чтобы всех бердянцев не вводили в заблуждение, чтобы все прекрасно понимали, что происходит. Это не диверсия никакая, это механическая поломка, связанная, наверное, то ли с проведением работ. Но, в общем, я сейчас это все дело подробненько вам расскажу. Все, и буду я рассказывать, конечно, не с видом на вот это дело, просто я справедливости ради, так как вчера все показывали, что здесь происходило, мы посчитали нужным показать вам прям с утра, что здесь происходит сейчас. Все, о вчерашней ситуации напоминает вот это вот ограждение с ямой и Екатерина Добрая, Анастасия Добрая. И я вам скажу еще, слава Богу, что камера не передает этого, но есть некий запах. Еще один маленький момент у того, у кого свободны руки, ну, там, поставьте плюсик или там как-то дайте мне знак, как звук, потому что вчера при проведении прямого эфира с городским головой и по поводу отключения, предстоящего отключения газа, вчера были какие-то неимоверные сумасшедшие аудиопомехи, потрескивания в эфире, поэтому если сейчас все норм, ну, дайте мне знать, что слышите меня хорошо, потому что, мало ли, вдруг вы стесняетесь, а я не знаю, я рассказываю, а вы меня не слышите. Так, Руслан Добрая, звук хороший, спасибо, Наташа, спасибо. Все, я понял, вы меня слышите, поэтому давайте так. Я пока вам расскажу официальную версию вчерашних событий, я вас попрошу, коль мы уже с вами на утренних пробежках, мы общаемся, мы поднимаем друг другу настроение, не устану говорить о том, что утро должно быть всегда добрым, не претендую на звание добряк номер один нашего города и не настаиваю, что утро доброе может принести только Пробердянск, нет. Но в том числе мы стараемся это делать, и даже показывая какую-то, может быть, новость не совсем радостную, но я ее без особого трагизма стараюсь вам преподнести. Так, сейчас небольшие маневры на пешеходном переходе и пойдем с вами дальше, пойдем с вами к беседке, чтобы посмотреть, как ситуация обстоит там. Пока иду, вопрос, сразу вопрос, как говорится, не в глаз, а в бровь. Я прошу вас, уважаемые зрители, если у вас свободные руки, вы не спешите еще на работу, а есть желание пописать, пообщаться, предлагаю вам начать некий интерактив. Напишите, пожалуйста, прямо сюда в чат, я это обязательно озвучу, и если получится, если эту тему подхватят, подхватят зрители, мы ее прямо сейчас в эфире и обсудим. Одну, две, три темы, которые вас беспокоят про наш город больше всего. Принимаются различные варианты, либо же за что я люблю город Бердянск, либо за что он мне нравится, либо за что не нравится. Принимаются все мнения, принимаются все то, что вы считаете нужным. Но основная позиция, основная, это топ тем для вас, лично по вашему субъективному мнению, что вас беспокоит в нашем городе больше всего. Понимаю, могу сейчас нарваться на кучу негатива, поэтому прошу вас, что бы вы ни писали в эфир, а вы знаете, что в наши эфиры можно писать все, но только лишь без использования нецензурной лексики, без оскорблений, без унижений. А так любые темы принимаются, потому что мы всегда стараемся наши эфиры делать максимально честными, максимально правдивыми и максимально интерактивными сообщениями с зрителями, чтобы нас потом не обвиняли в каких-то перекручиваниях или в каких-то недоговорках. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, кто желает, можете написать, что вас беспокоит в нашем городе больше всего. Если все хорошо и прям все у нас тут Лас-Вегас, ну тогда милости просим с комментарием, за что я люблю наш город или за что мне нравится мой район. Будет интересно. Я думаю, если тема жвава, так скажем, живенькая, мы ее подхватим и все вместе с вами нашей дружной компанией мы ее обсудим. Так, и я уже с абсолютно другим видом, а не с видом вчерашней аварии, катастрофой я ее не назову, потому что, ну, все, знаете, как говорится, все познается в сравнении. Называть катастрофой что-то, вот то, что произошло у нас, да, может быть, для Бердянска кто-то мог бы сказать, что это катастрофа, но по сравнению с другими, с другими, это авария. Не будем перекручивать, не будем драматизировать больше, чем оно есть, потому что я показал, вчера показали, вчера показывали все, что происходит, катастрофа, сегодня об этом вчерашнем эпизоде уже, ну, мало что напоминает, кроме запаха, конечно, мне жаль немного тех наших бердянцев, которые проживают в непосредственной близости, потому что запах есть. Буду откровенен, не буду врать, запах есть, неприятный запах. Так, я люблю Бердянск за то, что в Бердянск живут простые, доброжелательные люди. Мирзасан, привет Таджикистану, спасибо большое, в Бердянске действительно живут хорошие, добрые, позитивные люди, несмотря на те сложности, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на ту, ну, казалось бы, некую, может быть, где-то вражду, которая у нас есть, какую-то антипатию, но, тем не менее, да, Бердянск это очень маленький, относительно очень маленький, как в масштабах города, компактно размещенный, поэтому, естественно, мы тут все друг друга знаем, и периодически за неделю мы, наверное, каждый житель с каждым видится в городе, каждый с каждым через 2-3 рукопожатия знаком, поэтому, да, действительно, Бердянск, ну, добрый, скажу так, буду защищать наш город, добрый, хороший, позитивный, положительный город. Сейчас я пересеку вот этот вот пешеходный переход, и чтобы не отвлекаться, глядя в свои подсказочки, я вам расскажу официальную версию вчерашних событий. Очень интересно то, что я попросил зрителей написать либо топ-тему, которая вас беспокоит про наш город, либо за что я люблю, и как раз из Таджикистана и прилетел первое признание любви к нашему городу. Ну, вот, будем знать, что Таджикистан нам желает доброго, хорошего утра и хорошего настроения, и позитивного настроения. Так, давайте по вчерашним событиям. Развеем, как говорится, все мифы, и я озвучу официальную версию. По предварительной информации администрации Бердянского водоканала, 2 сентября, при проведении ремонтных работ, необходимо было переподключить часть коллектора к новой резервной ветке. Но из-за большого напора быстро наполнилась камера гашения в месте проведения работ, и часть нечистот попала в старый коллектор, который сейчас не используется. Часть магистрали обрушилась на перекрестке проспекта Азовский, и улица Консульской это то, где я только что был. Ой, смотрите, первый раз такое вижу, я вам, наверное, покажу. Не знаю, для чего это, я не специалист, вот смотрите, обрызгивают деревья какой-то штукой. Парень в маске, близко подходить не буду. Ну и такие работы в Бердянске. Это вы обрабатываете деревья, да? Да, точно, да, что-то дальше. Близко нельзя подходить? Ну, нежелательно. Самая разная. Я проходил тут мимо, и, честно говоря, тема моего эфира немножко другая, но я знаю, что вы можете рассказать и прокомментировать, что здесь происходит. Такой экспромтик, можно? Да, мы ведем обработку. Мы ведем обработку деревьев зеленых насаждений. Сейчас конкретно от поражения тли. Сейчас повысилась температура, поэтому тля активизировалась. Тля активизировалась, поэтому сейчас нужно ее обработать. Мы ожидаем здесь, в чем принцип обработки? Чтобы подобрать, когда обработать. И сразу же после этого либо, чтобы обработали, а лучше природная обработка. Где-то в пятницу, в субботу обещают дожди. Поэтому мы сейчас обрабатываем. Идет время экспозиции. И гайдер должна быть вот эта слизь, которая на листьях. Вот такая система. Еще... А, тут сложность в чем, что руководитель предприятия, которые занимаются сейчас обработкой деревьев, просит прохожих близко не подходить, так как обрабатывают химикатами. Ну, доступными, наверное, химикатами. Все, я понял. Я долго вас не задержу. Еще была одна тема, которую мы с вами летом обсуждали. Было такое комары. Все, комаров не будет. По комарам уже просто-напросто закончилась программа обработки. Поэтому в этом году обработок против комаров уже все закончились. Все, можно экономить на антикомариных средствах уже. Они уже сэкономлены. Все, спасибо. Хорошего дня вам. До свидания. Здоровья. Так, я умышленно не зацепил тему червеца. Хотя это тоже, как бы, тема, скажем так, для нашего города актуальная и долгоиграющая. Но это бы сейчас нас тут задержало еще минут на 15-20. Так, возьмите на прогулку попутчиков из нашего белого дома. Татьяна. Я все-таки добью тему вчерашнего эпизода, а потом вернусь к вашему комментарию и расскажу вообще, что я по этому поводу думаю и о наших планах, о планах редакции «Про Бердянск» именно на эту тему, которую вы только что затронули. Тот комментарий, который вы написали, я обязательно вернусь через несколько минут к вашему комментарию. Но я хотел бы все-таки дальше прояснить ситуацию о вчерашнем эпизоде с порывом, с обвалом коллектора. Так, главный инженер. Кстати, я хочу сказать всем зрителям сразу сходу, чтобы прояснить ситуацию, эту новость я читаю с нашего ресурса «Про Бердянск». Поэтому, кто не знает, ну, я вам ее прочту. Кто знал, кто читал, молодцы. Кто не знает, где читать, я в конце каждого эфира напоминаю, где можно смотреть, следить за новостями. В том числе и вот такими оперативными быстрыми новостями, которые есть на нашем ресурсе. Поехали. Продолжу вчерашний коллектор. Обсуждаем. Главный инженер Бердянского водоканала Андрей Бурлей рассказал, что с учетом потенциальной опасности изношенного 40-летнего коллектора и была проложена новая линия, которая сейчас несет на себе функциональную нагрузку. По словам Андрея Анатольевича, на место аварии сразу же прибыли коммунальщики и в короткое время убрали нечистоты с дороги и из ливневой канализации. После чего провели санитарную обработку. Несмотря на проложенные усилия, часть стоков через прямоточную ливневку попала в море. Это то, о чем вчера многие СМИ показывали, вот выброс этих нечистот в море, в район беседки, куда я сейчас и направляюсь. Так, на данный момент экологическая служба устанавливает степень ущерба, который мог быть причинен окружающей среде. И комментарий, прямая речь Андрея Бурлея. Были задействованы все силы для локализации аварии, сделали затор ливневой канализации, отобрали стоки, обработали территорию гипохлоридом и песком. Так, все, значит, ну как бы больше про эту тему рассказывать я не буду, да, собственно, больше нечего. Я просто хотел уточнить для всех бердянцев, чтобы все понимали, что происходит, чтобы не было никаких-то перекручиваний, не было каких-то кривотолков. Так, Мирзасан, третий день осени, наблюдаю за погодой в Бердянске. Голубое небо, солнышко в Таджикистане, пасмурно, третий день. Ну, давайте так, вам в Таджикистан, нашего бердянского голубого неба, солнце сейчас, а вон он, давайте я вам и солнышко немножко туда отправлю. Мирзасан, но я вам скажу, что у нас вот сегодня с утра уже достаточно так было, ну, зябкувато, ну, или, как сказать, прохладно. Такая легкий-легкий прохладный ветерок у нас уже сегодня. Но, надеюсь, что днем все-таки будет тепло и жарко, и мы нашей бердянской, азовской погоды вам туда немножко в Таджикистан и отправим. Ну, хотя бы виртуально, надеюсь, что это согреет вас и немного приукрасит вашу погоду, которая сейчас у вас. Так, Татьяна Чердоклиева. Возвращаюсь к вашему комментарию, как я и обещал. Возьмите на прогулку попутчиков из нашего Белого дома. Проясню для всех. Белый дом, это Татьяна имеет в виду наш исполком, нашу мэрию. И теперь я говорю о наших планах. В ближайшие дни, если получится, прям с этой недели, если нет, то со следующей. Каждый наш эфир я буду уже не один, а буду с гостем. Гости, это могут быть различные жители нашего города, депутаты, и какие-то интересные люди, какие-то знаковые люди для нашего города. Так, давайте, оп, вторая школа собирается. Какие-то знаковые люди, с которыми есть что обсудить, с которым есть что рассказать, у которых есть что спросить. Вот такие у нас планы. Поэтому я думаю, что, ну, не буду обещать, что прям с завтрашнего дня, прям с пятницы, но, возможно, с понедельника, вот каждый уже эфир будет с гостем, и это будет все интереснее и интереснее. Поэтому будет, будет что спросить и у вас, потому что вы знаете, вы всегда можете написать прям в эфир и задать вопрос тому, кому считаете нужным. Эфиры отсматриваются, пересматриваются, и вы даже если в эфире не получите ответ на свой вопрос, но если он был какой-то узконаправленный, и человек, то ли я, то ли гость, не подготовлен, то при изучении вопросов вам в чат, потом по завершению эфира обязательно ответят, вы, я думаю, что вы получите ответы на свои вопросы. Так что, Татьяна, скажу, вы как в воду смотрели. Будут, будут у нас, будут у нас гости, и не только с Белого дома, а вообще интересные люди. И я хочу сказать, что, в принципе, рубрику, за что я люблю свой район, почему мне нравится Бердянск, тоже никто не отменял. Если есть желание лично у вас выйти и сказать, поговорить со мной о плюсах, о минусах нашего города, если есть на то ваше желание, то, пожалуйста, скажите, в каком районе вы находитесь. Мы договоримся на какой-то точке, я подойду к вам прямо в эфире, и мы с вами обсудим. Это не запрещается, наоборот, это хорошо, это положительно, это позитивно, несмотря на то, что, может быть, вы будете не соглашаться со мной, или я не буду согласен с вашими высказываниями. Но в споре, в диалоге рождается истина, поэтому я думаю, что такие эфиры, они будут очень интересными. Так, сразу хочу отметить по поводу... Так, посмотрю на мальчиков, на наш фонтан, потому что он уже второй или третий раз за это лето страдал у нас. Ну, слава богу, наверное, тут надо будет скоро пост полиции ставить отдельный. Утренние процедуры пернатых, ну, интересно. Смотрите, прям купается, сидит под струйкой, ему, ну, не знаю, правильно, неправильно, на бошку ему течет, а он сидит, трепыхается. Слушайте, интересно. Ну, сколько живут в Бердянске, такого не наблюдал. Я знаю, что, может быть, для кого-то это и не сенсация совсем, но и для меня, в принципе, тоже. Но, в общем, интересное зрелище. Самое главное, не бояться, не улетают. Я практически перед ними с камерой, но... Но процедуры никто не отменял. А вот этот самый деловой, он под душем, на него он капает сверху. Все, пойду я, наверное, я разогнал их нечаянно. Так, все, идем с вами дальше гуляем. Моя конечная цель сегодняшнего утреннего эфира – это беседка. Посмотрим, чего там. Чистая ли вода вытекает, вытекает ли вообще. И посмотрим, есть ли какие-то остатки вчерашней аварии на воде. Чистая вода, не чистая, прозрачная, не прозрачная. Но сейчас все это дело посмотрим. И я думаю, что дальше я уже никуда и не пойду. Поэтому, ну, вот такой вот будет короткая утренняя пробежка. Неподготовленная на абсолютной импровизации. Только исключительно благодаря и ради ваших комментариев. Поэтому еще раз напомню, что если у кого-то есть желание написать, и я даже прошу вас написать темы, которые вас, ну, наиболее всего интересуют или беспокоят про наш город. Может быть, есть какая-то тема, которую мы вообще, ну, прозевали, скажем так, недостаточно осветили, может быть, как-то перекрутили, по вашему мнению, и тема требует каких-то комментариев. Пишите, нам будет интересно. Поэтому мы и готовим заранее вот эти вопросы, чтобы у нас было максимально открытое, максимально правдивое общение. Так, я еще сразу хочу отметить, в какую сторону вы идете, мне кажется, приморка, правьте меня. Совершенно правильно, Мирзасан, я уже на приморке. И память вам не изменяет, вы довольно-таки хорошо ориентируетесь в нашем городе. Значит, насколько я помню, у вас на 2 часа больше. Если в Украине сейчас 7.43, то у вас 9.43 по вашему местному времени. Надеюсь, что я вас не отвлекаю от работы. Ну, если вы дома, то хорошо. Значит, смотрите. Многие, нет, не так, неправильно, стоп, стерли. Некоторые пишут про грязно на приморке, вот что-то там, какое-то недовольство. Вот я вам сейчас 7.43, никто тут специально не готовился, был совсем в другом месте, другая тема. Вот я на приморке. Давайте, объективно. Ну, разве это грязно? Смотрите, как чисто. А знаете почему? Вот благодаря вот этим вот людям. Вот благодаря этим людям здесь чисто. Мирзосан, ну это, наверное, для вас. Больше для вас бердянцы эту табличку видят каждый день, через день. Одна из самых популярных фотозон нашего города. И не в качестве рекламы, а в качестве, как бы, справедливости я вам скажу, что вот эта беседка, вернее, вот эти буквы «Я люблю Бердянск», вот то сердечко «I love BRD». Беседка уже не очень, но когда-то это был номер один, вот там написано «Бердянск». Я люблю, вот еще раз, значит, «Сердце», «Я люблю Бердянск» и «Колесо». Три самых популярных фотозоны нашего города. В интернете, на просторах интернета не встречается большее число фотографий, большее количество, нежели вот с этими тремя знаковыми местами. Так, привет, Бердянск, всем хорошего дня и солнечного настроения. Владимир, спасибо. Единственное, вы забыли написать, а вы с Бердянска? Если с Бердянска, класс, а если нет, ну, тогда напишите, будет нам интересно. Так, направляюсь, как я говорил, к беседке, сейчас спущусь, посмотрим, чего там. Покажу вам море, естественно, посмотрим на рыбаков, к рыбакам приставать не буду. Вот эти именно люди наводят порядок на Приморской площади, на набережной и по всему городу. Смотрите, вон видно, вон еще. Поэтому давайте так, я понимаю, что скептик или негативно настроенный человек и на белой рубашке черную ниточку заметит. А я, как простой Бердянец, несмотря на то, что я журналист, но объективно, объективно гуляя сейчас по набережной, я вам скажу, что чисто. Ну, зачем вот перекручивать, зачем вот выдумывать? Я вижу, я не стал уже подходить, как бы это, ну, знаете, как говорится, чей не сенсация. Но, тем не менее, вот там вот в траве, в зеленке, я понимаю, что сейчас против солнца не видно, огромные стоят черные мешки, куда вот эти люди, труженики экотранса, собирают весь мусор. Да, собирают, да, выгребают много, но, тем не менее, порядок-то наводят. Ну, вот объективно, порядок наводят так. Так, вчера возле берега было много медуз, Екатерина, сейчас мы посмотрим, сравним вчера и сегодня. Так, я аккуратненько. Вот, смотрите, вот это то место, откуда вчера выливались, ну, назовем их так, нечистоты, канализация. Вот, сегодня, я так понимаю, проблемы никакой нету, если бы отсюда лилось какое-то гэ, надеюсь, мои редакторы меня за это не дадут по шапке, за слово гэ, то пернатые бы наши друзья меньше, не пили бы водичку и не купались бы, смотрите. Ну, если я не прав, поправьте меня. Вот, скажите, кто не согласен, что тут течет гэ, а голуби просто наркоманы и лохи. Да я шучу. Нет, ну, вот объективно, давайте так, объективно, видите, вот, купаются, пьют водичку, значит, как бы, катастрофа, которую вчера пытались преподнести как экологическую катастрофу, вот она ушла, она ушла, локализирована силами водоканала, силами коммунальных служб нашего города, и сегодня ситуация немножко поменялась. Давайте так, немного моря, может быть, кто-то не верит, что я здесь нахожусь. Вот, вот я в беседке, полетели хурлыки. Сейчас я спущусь к воде. Мы же не обсудили топ-тему, топ-тему Бердянской этого лета, медузы. Как же без них? Ой, наверное, не с той стороны я вылез. Постараюсь максимально близко, тихонько подойти. Ну, я считаю, что вот этим видео можно, как бы, тему вчерашней катастрофы, это не то, чтобы закрыть. Я понимаю, что мы ее не закроем, мы ее будем периодически обсуждать. Да, я это понимаю, я отдаю себе отчет в этом, что любая поломка будет обсуждаться и преподноситься, как некая катастрофа, как некая сенсация. Но вот именно вот это видео, что голуби пьют воду, купаются, значит, все. Вопрос на сегодняшний день-то закрыт. Вот не знаю, что у этих пернатых там в голове, что у них там за, какие календари в голове у них щелкают. Но сегодня, проходя мимо мальчиков, там голуби купались, тут голуби купаются. Наверное, к чему-то, наверное, они что-то знают. Так, Лариса, чтобы было чисто, нужно самим не быть хрюшами. Я понимаю, есть еще фраза, чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. И это тоже мы понимаем, да. Но я не знаю, я не хочу сейчас, знаете, в эту тему как бы влезать, что вот в Бердянске все чистюли. Либо наоборот, кто-то может сказать, может, так, меня тут атакуют пернатые. Может кто-то сказать, что наоборот, в этом городе живут там какие-то неблагополучные люди. Нет, это две крайности. Есть, естественно, какой-то промежуток, есть серединка. Есть и то, и то в нашем городе. Но в большинстве своем, в большинстве, я знаю, что бердянцы, которые любят свой город, они действительно дорожат тем, что у нас есть. Знаете, как говорится, цените, любите то, что у вас есть. И вам будет дано еще больше. Вот, как, наверное, как-то так. Поэтому, слушайте, сколько их тут. Я вот так вот сижу, сижу, смотрю в экран на ваши комментарии и даже не замечаю, сколько здесь птиц. Смотрите. Так, все будет хорошо, надо только потерпеть. Антон, все будет хорошо, я уверен. И вы знаете, ну опять же, скептик по-другому скажет. Оптимист, помните, да, как говорят, когда падают два с небоскреба, один кричит, падаю, другой лечу. Так вот и здесь, знаете, ну, я понимаю, что есть лучше, есть лучшая ситуация, если мы сейчас, как бы, коснемся чуть-чуть, буквально на, как говорится, на три сантиметрика залезем в тему политики, тему экономики, то есть, конечно, страны, где живут лучше, где счастливые люди. Я так вот, просто вам навскидку, чтобы было о чем задуматься, может, я вас заинтересую, вы почитаете. Город Мельбурн в Австралии, он признается уже шестой раз самым лучшим городом для жизни в мире. По всевозможным, по всевозможным рейтингам в Австралии и в Норвегии живут самые счастливые люди. Ну, вот, как бы, я много про это читал, много про это знаю, не буду вас сейчас этим нагружать, но я хочу сказать, что, опять же, это сравнение. По сравнению с Сиднеем, с Канберой, с Мельбурном, с норвежскими городами, мы в глубокой. Но если мы копнем и другую сторону медали, Латинскую Америку, некие страны, Африку, Дальний Восток, есть там такие затерянные уголочки, то мы с вами в огромном шоколаде. Поэтому я понимаю, есть крайности, но и есть что-то посередке. Вот мы стараемся всегда найти для себя какую-то золотую середину. И я ее сам для себя, и как человек, и как журналист, ну, как журналист, конечно, нет, как журналист, я должен быть максимально объективным, прикручивая свои личностные эмоции. Но как человек я для себя вот эту золотую середину всегда стараюсь найти. Юля, доброе утро. Юля, вот как чувствовал, что вы будете смотреть? Специально пришел, наверное, вам показать. Екатерина, можно было с собой взять покормить голубей? Можно было, Екатерина, но если бы я знал, что я дойду до сюда, то до сюда. Что за колхоз, Александр? Если я бы знал, что дойду сюда, то я бы, наверное, взял, конечно, и покормил. А еще есть, для тех, кто не знает, в Бердянске шикарная забава, помимо кормить курлык вот этих голубей, шикарная забава кормить чаек. Когда стоишь вот здесь, вот прямо на береговой линии, и они подлетают, и прямо на лету подкидываешь им хлебушек или булочку. Ну, кто что. И они прямо на ходу ловят, подлетают близко, прямо чуть ли не с рук выхватывают. Ну, шикарно. Сам не раз это делал. Вот, наверное, как немножко похолодает. Они проголодаются, и я возьму буханку хлеба. А может быть, кто-то захочет со мной присоединиться, и мы с вами вместе выйдем, покормим чаек. Так, 7.55. Уважаемые зрители, вот такой вот им провис, вот такая вот ситуация. Вроде бы, знаете, как я и говорил, вроде бы про коллектор, вроде бы про аварию, а закончили вот чем. Чистая водичка, голуби купаются, плескаются, пьют воду. Поэтому давайте не будем драматизировать. Конечно, знаете, вы сейчас... Хотел бы пробежаться вот здесь, распугать их всех для картинки, но нет, не буду я этого делать. Потом же вы скажете, Саша, ну ты и выдал. Нет, я вот так аккуратно, аккуратно, не пугая птиц мира. Отойду в сторону. Чтоб потом меня еще зоозащитники не обвиняли. Но честно вам скажу, как у человека есть огромное желание вот так вот, знаете, быстро-быстро так... пробежать, классно было бы. Так. Все, будем считать. Мы тему коллектора, нечистот, мы закрываем птицами мира. Так, ну я немножечко еще буквально несколько шагов сделаю по набережной. Еще вам немного солнца на день грядущий. Надеюсь, что даже затрагивая негатив, я немного, ну не то чтобы прям приукрасил, но хотя бы принес некого маленького-маленького позитива вам в ваше утро. Сегодня у нас четверг. Можно было бы, конечно, всех поздравить с последним, но нет, к сожалению, или к счастью, это предпоследний рабочий день на этой неделе. У нас, как говорится, еще два рывка сегодня и завтра. Так, очень сильно горят леса. Юля, это... Так, это где у вас? Ну давайте. Давайте, Юль, тогда задержимся еще. Напишите, где это у вас... Где у вас горят леса? Так, Наталья по набережной. Екатерина, вот сейчас я буквально вот чуть-чуть пройдусь, потому что время уже 7.57, тайминг наш ограничен примерно в 8 утра. Мы так для себя определили. Пока я начал с того, что я начинаю немного позже, чтобы смотреть на реакцию зрителей. Может быть, мы, переходя на осенне-зимний режим, будем начинать не в 6.30, как мы делали в августе до 8, а с 7.30 до 9. Поэтому сейчас, вот, ближайшую неделю-полторы, знаете, будет такой плавающий график. Поэтому я и рекомендую всем, кто не знает еще, подписываться, ставить вот эти вот колокольчики, напоминалочки себе, оповещалки о том, что начинаются эфиры на пробердянские. В том числе и эфиры пробежки. Потому что у нас, конечно же, не только эфиры пробежечные, а и оперативные включения бывают, бывают интересные событийные эфиры. Поэтому ставьте себе напоминалочки. Так, Луганской области. Юля, я помню, что вы с Луганской области. Город, напомните, пожалуйста. Так, Натали, чай кормить прикольно. Вот просто с вами согласен. Прикольно и интересно. И немногие даже знают, что это можно делать. Обычно, знаете, как вот взял жменьку семечек, пришел на Приморку, вот туда, вот там, где у нас курлыки эти живут, швыронул ее, покормил, да, и разбежались. А вообще осенью очень классно наблюдать, знаете, когда детки маленькие, вот это в этих голубях, там бегают, кормят их, там пытаются забрать у них семечку. Слушайте, ну за детворой наблюдать на Приморской площади, когда вот маленькие вот эти вот топики-топики бегают-бегают, а вокруг них сотни вот этих голубей. Ну тоже красиво, очень много фотографий. В интернете я наблюдал класс. А чайки, конечно, это вообще отдельная тема. Так, Северодонецк. Все, Юля, да, вспомнил. Северодонецк, леса. Ну, надеюсь, что силами ваших МЧС, силами ваших служб, которые способны что-то сделать, что-то решить, надеюсь, что эта катастрофа у вас будет локализована. Надеюсь, что это не отразится никак на экосистему вашего и нашего региона. Надеюсь, что это тоже вскоре в будущем станет прошлым, о котором, ну, надеюсь, что никто и не вспомнит. Так, 7,59. Зрители, раз уже кручу камерой, значит. Наташа, вы правы, наш город чистенький, уютный. Будем тоже честными, открытыми, может быть, не везде, может быть, не прям вот идеально вылизанный, как кому-то хотелось. Я уже говорил о том, что скептик найдет и на белой рубашке черную ниточку, и пуговицу криво пришитую. Но в большинстве своем наш город все-таки чистый, ухоженный, ухоженный. Не все может быть получается, но люди работают, люди стараются. Тому подтверждение и коммунальщики, которые вчера быстро, вот случилось халепа, знаете, вот проще всего злорадствовать и говорить, а вот, наконец-то. Но нет, люди тоже, прикрутив свои личностные эмоции, делают свою работу. И я сегодня начал этот эфир с того, что показал. Я был на том месте, где вчера был потоп нечистот вот этих. Я показал о том, что о вчерашних событиях напоминает только вот запах, действительно есть, и вот та вот яма проваленного коллектора. Все. Ну, кое-где лужи. Но я имею в виду, что вот такой катастрофы, которая вчера была, уже и нет. А почему вчера не было эфира? Юлия? Как это вчера не было эфира? Был. Был. И я вчера залез в такие дебри. Я подготовил кучу новостей интересных, но не успел абсолютно ничего прочитать, потому что пошел в частный сектор, пошел в район 8 марта, бердянцы знают, где это находится. И через кольцо 8 марта, через, как я вчера сказал в эфире, через такие чигири, дошел до дзотов, вылез на какую-то гору, аж над Макартами, и показал Бердянск с абсолютно другой стороны. Так что вчера, вчера, вчера было, было. Вот 1 сентября у нас именно пробежки не было, но 1 сентября был эфир, посвященный именно 1 сентября. Я побывал в трех школах, ну, в одной, в пятой школе. Это все было на горный час. Пятая школа, это я прошел мимо, потому что это было где-то пол седьмого, никого еще не было. К 8.00 я был в 2 гимназии, это бывшая 10 школа. Показал первоклашек, показал учеников. В общем, мы там даже успели, скажу честно, встретил я там своих знакомых, и мне разрешили с маленькой девочкой провести маленькое интервью. С третьей клашкой мы там поговорили. И более развернутая версия, я дальше направился в третью школу, это район Орджоникидзе. Там уже мы, конечно, побывали на всей церемонии, всей всего вот этого мероприятия 1 сентября. И первоклашки, 11-ти классники, родители, в общем, все-все-все-все, и представители городского руководства. Поэтому вот эфир был. Так что пока стараемся не пропускать. Так, были комментарии, давайте, давайте так, Татьяна, я читаю, вы знаете, я всегда читаю, единственное, что читаю иногда на автомате, поэтому, естественно, знаю, что вы знаете, нецензурную лексику мы не используем, поэтому читаю, то как есть, поехали. Пользуясь случаем, ребята, давайте проголосуем за проект, счастливый друг. Нашим четвероногим друзьям нужна площадка для выгула и дрессировки. Комментарий от Татьяны прочитал. Татьяна, перейти по ссылке на этот проект, есть ссылка, кому интересно, ознакомливайтесь. Агитировать, голосовать за ваш проект не буду, но, естественно, и удалять мы ваш комментарий тоже не будем, естественно, потому что мы только за, за общение в наших эфирах. Так, Юлия, у меня не было оповещения, 1 сентября я смотрела, Юля, спасибо, что смотрели, спасибо за прогулку по набережной, приятно удивило наличие большого количества урн для мусора. Наташа, пожалуйста, действительно, давайте так, считать не буду, но возле каждой лавочки, возле каждой. Вот эти все белые штучки, которые вы видите, это все урночки. Так, уважаемые зрители, я буду 8.03, немного задержался, немного выбился из своего графика, но пускай сегодня это будет простительно, потому что начал позже, уже объяснил свою позицию, почему я немного задержался, потому что мы сейчас экспериментируем оставаться в режиме 6.38 утра утренней пробежки, либо 7.39 утра, и вот в этом часовом промежутке мы будем маневрировать. Собственно, все, вот такой вот коротенький эфир, хотел закончить с видом на порт, да я его, наверное, и закончу с видом на порт, как всегда я зрителям напомню, Татьяна, спасибо, хорошего и доброго вам дня, и вам спасибо, и вам пожалуйста одновременно. Хочу напомнить всем зрителям, что вы, как всегда, можете видеть, слышать, смотреть, наблюдать, принимать участие в обсуждении, писать свои комментарии, давать нам, вам, всем советы на наших новостных ресурсах. Это наш основной основной новостной портал про Бердянскбис, это наш сайт в интернете, всем хорошего дня, всем удачи, ой, все, класс, класс, а я читаю дальше, вернее, читаю, рассказываю по памяти. Это наши аккаунты в социальных сетях, Facebook и Instagram про Бердянскбис, одноименные нашему основному новостному сайту, это печатная версия всего самого интересного происходящего в нашем городе, Бердянские ведомости, на которые можно оформить подписку, ну, естественно, можно и купить поштучно, если вам это интересно, кстати, там также допускаются объявления, всякие рубрики, продам, куплю и всякое такое, и, естественно, есть видео-версия новостей, это новости на ТРК Юг, все, выдохнул, все, друзья, всем добра и позитива, до скорейшего эфира, надеюсь, что ничего плохого сегодня в нашем городе не произойдет, если мы включимся, то только по хорошему поводу, ну, а так, до завтра, до утренней пробежки, все, на часах у нас, почти на студийных, на переносимых, 8.05, я буду заканчивать на сегодняшнюю утреннюю пробежку, до завтра, это был ProBerdianz, который прежде всего работает для бердянцев, все, всем пока, пойдемте поработаем. Субтитры создавал DimaTorzok